Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Это обновление 4.0, и это, конечно же, классическая башня 60-й поединок. За сегодня появилась куча информации, о которой вам хотелось бы рассказать. Ну и самое главное, это тот самый Kombat Pass, который я потихоньку прохожу, и каждый раз в этом Kombat Pass возникают новые косяки. По заданиям возникают некоторые проблемы, о которых, конечно же, хотелось бы поговорить. Ну и плюс еще, это не все. Еще мне вернули 24 бакса, которые забрали у меня Незеры. Но как это так произошло, я в скором времени вам объясню. Поэтому я считаю, что мы должны прямо сейчас перейти в игру, и, конечно же, пройти 60-й поединок, а уже потом поговорить обо всем остальном. Поехали! Если вы хотите быстро прокачать свой аккаунт, то вам на помощь приходит сайт gamegold.ru. Тебе на аккаунте не хватает алмазных персонажей в игре? Сайт gamegold.ru придет тебе навстречу. До 20 алмазных персонажей ты можешь спокойно заказать на сайте себе на аккаунт. Не хватает валюты? По низким ценам и быстрой доставке до 25 тысяч душ ты можешь заказать на сайте gamegold.ru. Если у твоего кореша аккаунт прокачан, нежели чем у тебя, то ты можешь заказать аккаунт на сайте gamegold.ru, где у тебя сразу же на аккаунте будет 70 тысяч душ и как минимум 8 алмазных персонажей в коллекции. Возможно, у тебя нет консоли, но ты хотел всегда заполучить какого-нибудь консольного персонажа, то персонаж МК-11 тебе выпадет благодаря связи с консолью и 40 душ соответственно. Gamegold.ru. Сайт с низкими ценами. Также хотелось бы сказать то, что на сайте gamegold.ru появился Combat Pass, который можно купить в разы дешевле, нежели чем в самой игре, и, конечно же, к нему прикупить душ, чтобы пройти Combat Pass уже сегодня. Поэтому, если у вас есть такое желание, то переходите по ссылкам в описании, а также вводите мой промокод, получите еще плюс-сверх бонус. Сейчас хотелось бы поговорить немного о том, как у меня списали 50 долларов, а потом эти 50 долларов, точнее 25 долларов вернули. Все очень просто. Первоначально я стучался до Незеров, я писал им очень много раз, но Незеры всегда присылали мне одно и то же сообщение. Зачитываю дословно. Привет, Комбатант. Я англоговорящий агент службы поддержки клиентов, использующий программное обеспечение для перевода, в общем, бла-бла-бла. Магисер здесь. Я вижу, что вопросы недостающей покупки уже расследуются по заявке 908-2600. Тем не менее, чтобы избежать путаницы и задержек, я продолжаю отмечать эту ветку тикетов как решенную. И мы продолжим помогать вам с вашим первоначальным тикетом. Вот так они мне отвечают, плюс я им скидывал два чека, то, что у меня средства списались, то, что за один набор у меня средства не вернулись, и то, что как бы верните мои деньги, камон. Они мне все время писали на тему того, что все-таки заявка расследуется, и вообще ничего не решали. Вообще, до сих пор я не получил никакого письма от них, и, видимо, они просто-напросто на меня забили. И я в каком-то неком отчаянии решил все-таки написать напрямую в App Store и решить этот вопрос именно с ними. Я написал по поводу того, что у меня все-таки сняло за одну и ту же покупку два раза деньги, и NetherRealm Studios не хотят решать эту проблему вовсе. И как раз-таки App Store решил мне эту проблему. Они просто-напросто мне возместили средства и списали со счета NetherRealm. Приблизительно вот как-то так это и работает. Я, если честно, немного в шоке, то, что NetherRealm вообще, в принципе, им пофигу. Ну, как бы, списала деньги за набор, который мы тебе не дали, ну, не набор, а Combat Pass. Ну и ладно, купи еще один. Какая проблема? Блин, это всегда очень странно и немного даже разочаровывает в плане самой игры. Это какой-то бред на деле. Ну, если так задуматься. Но самое главное, что хотя бы App Store пошли мне навстречу и вернули средства. Наконец-таки это произошло, и теперь я все-таки потратил 24, то ли 25 долларов на вот этот вот Combat Pass Premium Plus. Что есть, конечно же, хорошо. А теперь немного давайте перед боссами поговорим об отборах. Я потихоньку прохожу с дачи, и, как вы видите, пройдено уже три штуки. Но! Хотелось бы отметить кое-какую ситуацию. Наокутируйте 50 персонажей Скорпиона, играя за Дженни Кейджа. Как эта штука работает, вообще непонятно. Я играл как раз-таки в режиме Войн Фракций. Там как раз-таки в отдельных поединках, где нужно вот еще 7 битв в быстрой игре пройти Войну Фракции 14 раз. Что я и делаю, как вы видите, уже 7 раз отыграл. Но вся фишка в том, что когда я играю с Дженни Кейджем и добиваю Скорпиона, почему-то не засчитывается. Вот по какой причине, я без понятия. Притом, 50 персонажей Скорпион, играя за Дженни Кейджа. Накуутируйте. Я это делаю, но мне это не засчитывает. Но при этом какого-то рандомного Скорпа оно засчитывает. Такое чувство, что здесь какой-то определенный Скорпион нужен, чтобы тебе это задание прошлось. Ну и, в общем-то, все было окей. Также есть еще кое-какая вроде бы где-то проблема. Хотя, может быть, я ошибаюсь. А хотя нет, вроде как я ошибаюсь, и в целом все другое нормально. Проблем вроде никаких нет. Только вот проблема с этим Дженни Кейджем и Скорпионом. Может, я не совсем правильно понял это задание, но оно достаточно странное. Пока что я открывать его не буду, потому что не вижу в этом как такового смысла. Все-таки поднакопим чуть больше выполненных заданий. Потом откроем все награды и как раз-таки посмотрим в одном из роликов. Ну а так не вижу пока вообще никакого смысла. Далее появился набор на Рейдена классического. Это круто, это классно. Надеюсь, у кого-то уже этот персонаж появится в скором времени. Но я такой подумал, что открывать его я не вижу вообще никакого смысла. Потому что когда выпадает 4 карты и одна среди них Алмазка, то выпадает мне персонажи очень редко. По крайней мере мне так очень и очень редко. Поэтому не вижу в этом вообще никакого смысла. Вообще никакого. Поэтому, да, классный набор. Надеюсь, кому-то повезло. Вы уже играете за Рейдена и прям нагибаете. Я, к сожалению, обхожу этот набор мимо. Потому что тратить деньги на то, что не выпадает, смысла особого нет. К сожалению, в это казино я играть пока что не готов. Ну а здесь, как видите, одна карта Алмазного персонажа. Я об этом еще говорил вчера. Поэтому давайте посмотрим, что за Алмазка мне сегодня выпадет. Если в течение всего этого времени, в течение всей этой недели будет как раз-таки выпадать Алмазка, это будет прям потрясно. Поэтому нажимаем даром, забираем набор и надеемся на лучшее. Надеемся на то, что выпадет тот самый персонаж. Ну и плюс за скриним еще как раз-таки. Так, и здесь мне выпадает набор. Мы нажимаем и мне выпадает прямо сейчас Кабл МК-11. Ну, я бы не сказал, что это плохой персонаж. И он у меня прокачивается до четвертого слияния. Поэтому все-таки одну Алмазную карту за этот ролик я уже получил, что очень круто. Мне казалось то, что скорее этот набор на седьмой день выпадет. Но, как вы видите, нет. Комплект для башни годовщин. 35 долларов стоит. И здесь шансы на одну гарантированную Алмазную карту. Как я понимаю, 12 карт снаряжения для классической башни. Ну, такое себе, такое. Легче проиграть два раза и тем самым 20 карт для классической башни получить, нежели чем 12 и за 35 долларов. Когда можно за 20 баксов получить. Также здесь у нас появились наборы по скидкам. Все предполагали, в том числе и я, что это будет скорее всего на Хэллоуин. Но, как вы видите, нет. На Хэллоуин будут по скидкам наборы скорее всего с Джейсонами. С убийцей, не убийцей, Мороз чуть не сказал, убийца Мороз. С бензопилой, бензопила у кого, у кого бензопила? Кожаное лицо, с кожаным лицом и с Фредди Крюгером. Скорее всего здесь будут вот эти вот наборы. Ну, а на данный момент как раз таки вот классический ниндзя набор имеется и Ассасин Скарлетт. Не тот, не тот набор мне, собственно, особо не нужен. Поэтому ждем других, которые будут более, скажем так, элитными. Скорее всего скидки на наборы будут в течение недели. Поэтому 100% ежедневно мы будем получать новые скидки на новые наборы. Поэтому в этом тоже есть небольшой плюсик. Ну и вроде бы как, вроде бы, на данный момент это все, что я хотел рассказать. Хотя, стоп, может быть я не все забрал. Так, здесь вот нам написали одно. Празднование юбилея. Рейден, классический фильм. Ваш подарок в честь годовщины игры я вроде тоже забрал. А, нет, 50 тысяч монет. И здесь еще подарок выпадает. Оказывается, два подарка. Еще и здесь 50 тысяч. Давайте сезон в инфракции еще откроем. Посмотрим. Вдруг мне и тут повезет и выпадет что-то интересное. Кто знает. Перейти к наборам. Сразу же моментально переходим. И давайте смотреть, что мне выпадет отсюда. Надеюсь на алмазную карту. И мне выпадает Ассасин Скарлетт. Две алмазки в ролике. Прямо сегодня это шикарно. Притом здесь я набил, по-моему, даже не элитного претендента. Претендент второй, по-моему, у меня здесь был. И мне достаточно сильно повезло. Прямо очень сильно. Ну и плюс, конечно же, я душ нафармил. И рубинов. Рубинов я тоже нафармил. Что очень даже круто. Да, как только появится более-менее классный набор, то, естественно, я его открою по скидкам. И по выбивам еще чуть больше алмазок, я надеюсь. Ну а пока 60-й поединок. Я как раз-таки дошел был до 60-го. Уже некоторые будут в скором времени на 80-м поединке, как и я. Но так как я записываю ролик 7-го октября 21 час 34 минуты, то все-таки у меня еще пока что вот эти вот 15 попыток, потом еще сверху 15 прилетит. Поэтому до 80-го поединка мы довольно быстро дойдем. Но пока у меня вот 60-й. Тороплюсь я медленно. Но при этом играю тем самым отрядом. Который мне кажется эталонным. Забыл совсем экипу вам показать. Там по экипе все тоже очень круто. Поэтому чуть позже, возможно, продемонстрирую. Блин, такая музыка шикарно играет. Поэтому надеюсь, что она не громкая. Сейчас проверю даже на всякий случай. Потому что иной раз она прям очень-очень сильно играет. Не, нормально, нормально. Она не громкая, все хорошо. Поэтому избиваем пока что Рейна классику. И надеемся на то, что сейчас без щитков мы его будем прям очень хорошо пробивать. Да, Джоник здесь прям очень хорошо играет. Единственное, что из-за того, что экипа пока нету никакой эпической, то приходится, конечно, наносить не самый громадный урон. Скорее всего, с одной попытки я не пройду. Просто из-за того, что экипы не хватает. Мне кажется, в этом вся проблема. Ну, по большей части самая глобальная проблема в этом. Плюс мы пока что одного добьем. Потом выскочит Рейден, нам половину здоровья отнимет. Либо если Джакс выскочит, то еще будет, мне кажется, все в разы хуже. Потому что против Джаксов всегда как-то страшновато играть. Ух ты, уклонился. Но это первое уклонение было. Поэтому так и быть. Прощаем, прощаем. Одно уклонение, это не так страшно. Были бои, где было сразу же несколько уклонений. Вот там было все прям печально очень. Но тут скорее всего, как мне кажется, две попытки потребуются на прохождение. Но я буду в это верить, что потребуются две попытки. Тут сейчас Рейден выскочит скорее всего. А нет. Нет, ослепление он вешает что ли. Да ну нафиг. Серьезно, ослепление? Да, бывает же такое. Да е-мое, два раза исчез. Ну ладно, Джонникам я рисковать не буду. Тут и здоровье у них поболее будет. Ладно. Сразу же выносим еще один. О, аниматроник появился. Или как его там звать? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Капец. Капец меня избивает, конечно, жестко. Так, давайте спецприем нанесем. Хотел бы я сказать, но мы ничего не наносим. Да е-мое, он исчезает капец очень часто. Да-а-а. Да-да-да. Вот тут вот, конечно, жестко. Он исчезает прямо очень часто. Мне и Джонника из-за этого вынесли. О, хоть здесь не исчез, и то хорошо. Но, а смысл? Я прям, ну, очень мало урона нанес, поэтому не вижу как такового смысла играть дальше и побеждать, потому что, скорее всего, я ничего не отниму. О, он снова исчезает. Да, этот прям персонаж очень часто исчезает. Мне кажется, у него с экипой всё в разы круче, как я думаю. Сейчас мы вызовем, конечно, Рейдена вот этим вот ударом, но не особо хотелось бы. Ну ладно, как есть. Так, 15 секунд, и здесь сразу же по нам X-Ray-шку вешают, добивают ещё одного перса, и остаётся только лишь один перс. У него, кстати, очень быстрое накопление сейчас силы, насколько я помню. Да и щит очень сильно мешает. Да, тут даже, возможно, три попытки понадобятся, за две не пройду. Так, ну и добивающий такой вот вешаем. Да, очень-очень слабенько, прям очень слабенько. Ну, не сказать бы, что неожиданно, неожиданно. Понятное дело, что 60-е поединки всегда такие достаточно сложные. Но, блин, прям неожиданно в том плане, то что, казалось бы, всё будет у раза легче, но очень часто исчезает. И вот ваше личное предложение для победы. За 24 доллара можно 20 карт снаряжения приобрести. Неплохое предложение, отрицать не буду. Но, блин, дорогущая капец просто-напросто. Поэтому смысла брать тоже не вижу. При том, что я взял комбат пасс, поэтому всё-таки будем комбат пассом пользоваться, и нормально. А здесь в какой-то момент, конечно, есть шанс того, что, возможно, я даже и застряну. Из-за того, что всё-таки, я думаю, многие понимают, что прям сложно может быть. А там после 160-го поединка приблизительно, так точно. И я истощить сейчас его не могу. Аниматроник выскочил и добил мне персонажа по факту. А у него спецприём при этом, да? Ну, тут логично было, что он меня добьёт. Жесть. Три попытки на 60-й поединок только. На 60-й. Ну, тут проблем больше с тем, что исчезал постоянно. Тут косяк не с моей стороны определённый. Я даже не знаю, что тут сказать. Определённый не с моей стороны косяк. Но косяк этот имеется. Это логично. Поэтому, да, будем сейчас добивать снова. Всё-таки здесь Шан Цун может классика выпасть. И вот я уже три попытки потратил на то, чтобы пройти 60-ю битву. Давай-давай-давай-давай, Джоник. Только ты можешь его добить. Только у тебя есть такая возможность. Игра вылетела! Мразь! Конченая игра. Ну, блин, ребят, я не знаю, что сделать. Но это жесть. Это жесть. Это капсдец просто-напросто. Игра тупо вылетает и всё. И проигрыш. Ооо, да. Ну, ладно, сейчас я его добью, чтобы уже просто не записывать этот ролик 150 минут. Всё, я его добил. Но, честно говоря, меня расстроила та ситуация. То, что игра просто-напросто взяла, вылетела. И... Ну, это жесть. Просто попытка одна была потрачена чисто из-за того, что игра вылетела. Ну, классно, круто. И Скорпиона классического я получаю. Да, мне восстанавливают душ немножко. Но это, конечно, жесть. Это прям бред какой-то полнейший. Игра вылетать не должна. Она не должна вылетать, чтобы просто-напросто не тратились попытки. Это странно. Очень странно. Так, давайте, наверное, здесь награды заберём. Потому что я из-за того, что прямо сейчас, естественно, прохожу... Вот, войти в игру нужно с 5 до 14 часов. Прохожу, получается, отборы на боевой пропуск. То у меня такая штука выходит. Кстати, смотрите, 6. А, 6 из 20 завершено. Это 3 ещё я забрать могу. Ну, давайте заберём, получается, все отборы. И у меня такая ситуация выходит, что я сейчас прямо ежедневные здания все выполнять начал из-за этого. Это очень круто. Кстати, тут была кнопка «Получить все», но я почему-то этого делать не стал. Я решил по старинке. По старинке пройти боевой пропуск. Зачем? Доступны награды боевого пропуска одна. Очень странно то, что одна. Вроде их должно быть больше. Две. Сейчас две, по-моему, будет, да? А, нет, три. Три награды. Да, у меня сейчас вот за Дженни Кейджа пройти, у меня уже 4 награды за боевой пропуск имеется. Но это всё на данный момент. Как вы видите, ребят, не всё так гладко. Игра вылетает, из-за этого теряются попытки. Плюс ещё, конечно же, есть небольшие проблемы с самой игрой. В общем, да, да и ещё раз да. Косяков очень много, которые нужно разработчикам исправлять. Но будут ли они это делать, пока что непонятно. Надеюсь, в 80-м поединке у нас появится и новая награда, и больше всего интересного. Плюс новые какие-нибудь наборы появятся. И тогда мы, конечно же, всё оценим по достоинству. А пока что на данный момент это вся информация, которую я обладаю. В плане того, что у меня происходит на аккаунте. И я буду верить в то, что я в скором времени накоплю полностью весь боевой пропуск. И мы откроем награду и прокачаем уже Ханза Хасаша до пятого слияния уже новой огранки. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!